В этом видео вы увидите, как активировать Phantom 4 RTK и как произвести 2D-картографирование местности, которое позволит создавать более точные полетные задания для вашего DJI Agro St20. Всем привет! Вы на канале 4Vision, и это серия обучающих роликов, посвященных агропромышленной платформе DJI Agro St20. Использовать Agro St20 можно и самостоятельно, но комплексное решение в виде Phantom 4 RTK и Phantom Multispectral решает широкий спектр поставленных задач и является приоритетным выбором в автоматизации процесса. Ну ладно, и так, наш любимый Phantom 4 RTK. Будем активировать. Включаем дрон. Также короткое длинное нажатие. Включай пульт. Да, короткое длинное нажатие. Опять наше стандартное предъявствие. Выбираем старт. Орлеский язык. Продолжение. Соглашаемся со всеми лицензионными соглашениями. Выбираем страну-регион. Россия будет гораздо ниже. Стоп, проскочил, по-моему. Да, Россия. Next. Нам предлагает специалист к Wi-Fi. Опять же, вместо Wi-Fi мы можем использовать 3G модем, который вставляется в пульт ниже. Продолжаем. Также выбираем время, зону, Москва, плюс 3 часа. Да, продолжаем. Нас просят, как обычно, в этих DJI-кам. И код верификации. С кодом обычно возникают проблемы, потому что не всегда эти символы читаемы. Поэтому, чтобы изменить этот код, если что-то непонятно, то надо нажать на этот код, и он изменится на саму картинку. Вводить, кстати, можно и маленькими буквами. Это не обязательно. Регистрить. Последняя буква Q. Войти. Активация. Да, сейчас проходит сама активация. Сейчас пульт связывается с серверами DJI и регистрирует сообщение о том, что дрон будет активирован. Процесс может занять некоторое время. Дрон активирован. Нажимаем клавишу Go. Выбираем приложение GSRTT. Всегда. Ставим галочку, соглашаемся. Все принимаем. Join. Update. Update now. Сейчас мы обновляем батарею, которая находится в дроне. После этого мы пульт активировали, нам останется активировать сам дрон. У нас уже здесь горит заготовочка. Для выполнения обновления дрона или батареи, батарея должна быть заряжена минимум на 50%, скажем так, не менее. Только в этом случае обновление начнется. Если во время обновления батарея рассядет меньше 50%, батарея обновления остановится. Поэтому обновлять желательно полностью заряженные батареи. Происходит обновление один единственный раз, когда батарея новая вставляется в дрон. После этого с каждым следующим разом обновления не требуется. То есть каждую батарею придется один раз обновить. Включаемся. И активируем сам дрон. Нажимаем «Активировать». Нас спрашивают, соответственно, логин и пароль от учетной записи DJI. На какую он будет активирован. Соглашаю галочку. Тинк. Да, мы вошли в учетную запись. Интернет у нас есть. Нажимаем «Активировать с дрон». Закрепим важный момент. Батарейка дрона должна быть заряжена не менее чем на 50%, а лучше на 100%. Для активации необходимо подключение к интернету. Можно использовать Wi-Fi или 4G-модем. Если символ не читаемый, просто нажмите на них. Они изменятся. Вводить можно маленьким регистром. После активации дрона надо выбрать приложение GS-RTK. Любую новую батарейку необходимо обновить один раз. Пантом 4 RTK и Multispectral входит в комплект полного цикла. Они позволят сделать более точные карты ваших полей, собрать необходимую информацию и автоматизировать все процессы, связанные с Агрос Т20. Как сделать 2D-картографирование местности, смотрите в следующем видео. Для начала необходимо установить DRTK-2 станцию. Она обеспечивает максимально точное позиционирование дрона, рассчитывая погрешность в реальном времени, а также записывает исходные метаданные полета для достижения еще большей точности выходных данных постобработки. Станция входит в комплект полного цикла. Трипод покупается отдельно. Приступаем к планированию миссии. Нажимаем план. Нас интересует двухмерная фотограмметрия. Выбираем ее. Видим нашу точку на карте. И выбираем тот кусок, который мы будем снимать. Ставим точки. Пульт рисует нам траекторию, по которой он будет летать. Дальше смотрим высоту выполнения задания. Смотрим максимальную скорость. Изначально пульт стремится выставить значения для более качественной и эффективной съемки. Поэтому, если не требуется каких-то особых значений, мы рекомендуем оставлять, как выставляет пульт. Дальше заходим в настройку камеры. Проверяем то, что у нас выставлены все настройки, угол наклона. Заходим в Advanced Settings. Смотрим. Выставляем необходимый угол перекрытия. Необходимое перекрытие фотографий. Процент перекрытия. Соответственно, в автоматическом режиме выставляется 70% и 80%. Если не требуется других перекрытий, то, соответственно, оставляем как есть. Сохраняем. Оптимизация высоты для построения карт в Тере довольно-таки необходима, поэтому оставляем ее включенным. Оптимизация высоты – это последний пролет к центру выполнения задания. Вот он и появляется. Сохраняем. Называем эту задачу, допустим, поле 25. Сохраняем. Наше задание готово. Итак, включаем станцию. Нажимаем среднюю кнопку и удерживаем ее. Станция включилась. Нажимаем «Полет». Выбираем РТК. Выбираем позиционирование с помощью РТК. Выбираем тип нашей станции, соответственно, мобильная станция РТК-2. Соглашаемся. После этого нажимаем «Линк». Потом нажимаем на левую клавишу на станции. Соединение произошло. После этого пульт предлагает нам присоединиться к дрону. Нажимаем «Соединение с дроном» и идем к дрону. За верхнюю кнопочку «Коннект». Подсоединилась. Идет переподключение к мобильной станции и подключение к дрону. Все, дрон и мобильная станция у нас соединены. Итак, заходим в наши любимые три точки. Подверяем компас и АМЮ. Все калибровано. После этого возвращаемся. Проверяем действия, которые выполняет дрон. Значит, высоту возврата домой 30 метров нам мало. Ставим задание у нас на 100 метров. Также на 100 он будет возвращаться домой. Дальше. Максимальная высота 120 метров нам предостаточно. Максимальная дистанция полета 5 километров нам много. Поставим 1 километр. При потере сигнала с пультом возврат домой. Прерывать операцию при потере сигнала с пультом. Оставляем выключенным. Заходим в РТК. Проверяем то, что у нас данные идут и с дрона, с модуля РТК-дрона и с модуля РТК-станции. Настройки на этом заканчиваем. После этого заходим в настройки камеры. И форматируем карту перед заданием. Карта сформатирована. После этого выбираем наше задание. Нажимаем InVoque. Загрузить дрон и старт. Дрон дает нам предупреждение. Мы соглашаемся. Видим то, что у нас сигнал хороший. Возврат домой, возврат домой. Все установлено. Сдвигаем слайд. Дрон полетел. Нажимаем продолжить. Дрон прилетел на точку выполнения задания. И пошел фотографировать. Справа мы можем наблюдать процесс выполнения. Ошибка в том, что сильный ветер летает с осторожностью. Дрон летит в автоматическом режиме, поэтому он с ним справится. Ветер на самом деле не очень сильный. Дрон закончил выполнение задания. И, соответственно, возвращается домой. Дал отчет. Сколько квадратных метров площади было отснято. Полетное время. Ну и то, что образанта выполнена. Все, дрон возвращается домой на точку взлета. Соответственно, дрон приземлился. Мы извлекаем из него карту памяти. И переносим данные на компьютер, чтобы загрузить их в ТЕРУ. И построить план местности для составления задания. Закрепим важные моменты. В настройках миссии оставляем оптимизацию высоты. Не забывайте соединять станцию и пульт. Проверяйте калибровку дрона. Перед запуском полетного задания форматируйте SD-карту. Если вы не умеете летать на дроне, у вас не хватает навыков или вы просто не уверены в себе, то школа пилотов, которую проводят наши профессиональные инструкторы, поможет вам преодолеть все преграды. Записывайтесь и получайте удовольствие от полетов. Ссылки будут в описании. На этом второе обучающее видео, посвященное работе с Phantom 4 RTK, заканчивается. В следующем ролике мы покажем, какое программное обеспечение нужно установить, как загрузить карту поля в смарт-контроллер и как отправить DJI Agro T20 в первое полетное задание. Следите за обновлениями на нашем канале. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Или связывайтесь с нашими менеджерами. Желаю вам добра и удачных полетов. До новых встреч!